Здравствуйте, дети! Чтобы речь была грамотной, без ошибок, сейчас мы проведем урок грамматики. Сегодня мы познакомимся с звуком Э и Э, который обозначается буквой Э и буква Э перевернутая. Э и Э в другую сторону смотрят. Звук Э обозначается буквой Э. Эви, Эви, девочка, коса, у куколки, Сев, Эвие, Пухие, Анкен, Тутен, Сев, Севие, Севен. Твоя коса. Рузен Ухшам. Платок с кистями на мне. Платок с кистями. Сей, Песок, Хутие, Рыбка, Кеши, Кеши, Нож, Кев, Камень, Вет, Пять. У звука Э есть вариант звука. Э это Э. Гласный звук и буква Э обозначается буквой Э перевернутая в правую сторону. Эсум. 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 Вымя у коровы. Эсум-инг. Молоко. Эпсен эсум-инг. Вкусное молоко. Эпсен эсум-инг. 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 Эпсен. Молоко коровы очень вкусное. Э. Везде. Этер. Высокое голубое небо. Э. 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 Сегодня мы познакомились со звуком Э и Э, которая обозначается буквами Э и Э. Было время. Время было давнее. Все люди Земли забыли о добрых делах, о добре. Стали завидовать друг другу. В их голове появились черные-черные мысли. В их сердцах появились черные-черные чувства. Вот такие стали люди. Жестокие, черные и злые. Земля застонала, покрылась коркой зависти и коркой лжи. Застонала земля, и стон тот великий до неба дошел. Вздрогнула небесная девушка от ужаса. Великая боль земли пронзила ее сердце. Оно не выдержало и рассыпалось. А кусочки по земле рассвеялись. Далеко-далеко, много куда они попали. В человека попали, у него светлые мысли появились. Человек очистился. В дерево попали, дерево побелело. Так и появились на нашей земле светлые деревья, березы. В нашем народе говорят, что это кусочек небесной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова